Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим влияние физико-механических свойств пищевых материалов на процесс резания. Исследования резания пищевых материалов касаются главным образом определения оптимальных параметров процесса, степени заострения режущего инструмента. Данные о влиянии физико-механических свойств на обрабатываемость материалов малочисленны и носят разрозненный характер. Резание, как один из способов переработки, сопровождается сложными механическими и физическими процессами, которые в значительной степени зависят от реологических свойств разрезаемых материалов. Знание этих свойств продуктов и закономерности их изменения поможет правильно объяснить процесс резания, определить его количественную характеристику и наметить способ его осуществления. Характерной особенностью пищевого производства является широкий ассортимент вырабатываемых изделий, различающихся физико-химическими свойствами. Знание закономерностей изменения реологических свойств позволяет правильно наметить способ и режимы обработки. Из реологии известно, что каждый материал обладает всеми реологическими свойствами – упругостью, пластичностью, вязкостью, прочностью, которые в зависимости от состояния и условий нагружения проявляются у одного и того же материала в разной мере. Под действием внешних сил происходит относительное смещение частиц без нарушения непрерывности самого тела. Величина и характер деформации зависят от свойств материала, его формы и способа приложения внешних сил. При деформации возникают внутренние силы взаимодействия между частицами тела, меры интенсивности этих сил является напряжение. Одной из важнейших реологических характеристик является напряжение сдвига, которое равно отношению приложения силы к площади сдвига. Предельное напряжение сдвига – это минимальная сила, необходимая для осуществления сдвига – перемещение слоев по площади сдвига. Как показали экспериментальные исследования, реологические характеристики пищевых масс зависят главным образом от скорости сдвига, давления, температуры и влажности. С ростом напряжение сдвига вязкость уменьшается неравномерно вследствие неодинакового разрушения структуры. Вначале при малых напряжениях структура системы частично восстанавливается. При более высоких скоростях происходит лавинное разрушение структуры с очень малым восстановлением. Также следует учитывать, что среди пищевых масс есть целый класс масс, способных к релаксации напряжений после их снятия. Особый интерес представляет определение влияния температуры на реологические свойства разрезаемых масс, так как регулирование процессов формования и резания осуществляется изменением температуры. С повышением температуры материалы силы взаимодействие между дисперсными частицами уменьшаются, и вязкость падает. С увеличением температуры напряжение снижается. Следует также отметить, что это утверждение верно почти для всех материалов, однако вы в своей практике, что довольно редко, можете столкнуться с такими материалами, вязкость которых при увеличении температуры растет, а прикладываемое напряжение сдвига, в том числе предельное напряжение сдвига, или как его еще называют предел текучести, при повышении температуры будет расти. Но поскольку такой класс материалов довольно узок, мы его в наших лекциях рассматривать не будем. Горбатов указывает, что основными параметрами оценки структурно-механических свойств фарши и колбасных изделий могут служить вязкость, предельное напряжение сдвига и адгезия. Громов и Шалунова исследовали реологические свойства рыбных продуктов и установили, что рыбные продукты обладают малой упругостью. При температуре от минус 4 до плюс 20 мгновенный модуль упругости равен от 60 до 680 кПа. Модуль упругости мяса морского окуня при температуре от 10 до 15 градусов Цельсия равен 205 паскаль, а при температуре минус 10 градусов Цельсия равен 832 паскалям. По механическим свойствам условно мясопродукты можно разделить на хрупкие, кости рога копыта, и пластичные, мясо шкура жир сырой. И по структуре, на видимо однородные, кость шкура и сложные, мясо жиросодержащие сырье. Зависимость процессов резания мяса от различных факторов объясняется прежде всего свойствами продукта. Например, резкое изменение усилия резания в диапазоне температур от минус 1,2 до минус 1,5 градуса Цельсия объясняется кристаллизацией жидкой фазы. Основные структурно-механические характеристики мяса в зависимости от срока его созревания были определены в условиях одноосного сжатия при постоянной нагрузке. Измерение усилий статического резания проводилось на модифицированном приборе Братцлера и данные представлены в таблице. Как видно из таблицы наименьшей прочностью обладает мясо, хранившееся 15 суток после убоя при температуре от 2 до 4 градусов Цельсия. Установлено, что мясо при мгновенном приложении напряжения до 15 кПа ведет себя как упругое тело с модулем упругости 26,4 кПа. Опыты на консистометре Хеплера при изменяющейся во времени нагрузке позволили определить период релаксации упругих напряжений, который для мяса оказался равным от 24 до 30 минут. Результаты определения структурно-механических характеристик дали возможность сделать вывод о том, что мясо относится к анизотропным твердообразным телам, обладающим упруго эластично-пластичными свойствами. По структуре и деформационному поведению мясо при положительной температуре относят к смешанным коагулиционно-кристаллизационным структурам. С понижением температуры мясо все более относится к конденсационно-кристаллизационным структурам. По данным Каргиной модуль упругости при одноосном сжатии для колобастых изделий равен вареных 110 кПа, полукопченых 210 кПа, сырокопченых 670 кПа. Панин определил модули упругости различных овощей в условиях одноосного сжатия при статическом и мгновенном нагружении. Данные представлены в таблице на экране. Опыты проводили с образцами продукта с площадью поперечного сечения 1 квадратный сантиметр, высотой 10 мм. Модули упругости при мгновенном нагружении были определены по кривым кинетике деформации, полученным при определенном постоянном напряжении. Из таблицы видно, что модуль упругости овощей при статическом нагружении в 1,5-2,5 раза больше, чем при мгновенном нагружении. Модуль упругости при мгновенном нагружении материала в значительной степени зависит от напряжения, при котором происходит деформирование образца. При увеличении напряжения от 0,1 до 1 мегапаскаль модуль возрастает в 1,5-2 раза. Методы определения структурно-механических свойств дисперсных систем, разработанные академиком Рейбиндером и его школой, позволяют по кривым ползучести и восстановлению упругой деформации получить основные константы исследуемого материала, которые необходимы для расчета резательных устройств. Определение структурно-механических свойств пролиновых масс проводили на усовершенствованном пластометре толстого с параллельно смещающейся пластиной. Пластометр служит для нахождения констант упругопластично-вязких свойств масс с практически неразрушенными структурами, наиболее полно оценивающих их технологические свойства. С помощью пластометра определяли модуль быстрой эластической деформации сдвига G1 паскаль, модуль медленной эластической деформации G2 паскаль, наибольшую пластическую вязкость это 1 паскаль секунда и условный статический предел текучести Тау-К1 паскаль. Эти константы материала рассчитывали по формулам, приведенным на экране. Расшифровка обозначений представлена внизу экрана. Обратим внимание на некоторые обозначения из этих формул. Тау-Напряжение сдвига паскаль. Эпсилон нулевое-начально-условно-мгновенная деформация. Эпсилон-М-эластическая деформация. Гамма с точкой скорость сдвига. Эти параметры нам будут важны далее, когда мы будем рассматривать построение графиков этих величин. Основными деталями пластометра являются пластины, между которыми помещали образец массы. Размеры пластин в сантиметрах. Длина 5, ширина 2, толщина 0,6. Их поверхности имеют рифли, предотвращающие проскальзывание массы. Гнездо для крепления нижней пластины снабжено винтом и ограничителем верхней пластины, исключающим ее отрыв. Деформацию образцов конфетных масс измеряли при помощи упругой балочки с наклеенными на нее тензорезисторами, включенными в цепь усилителя. Сдвигающие усилия на образец создавали гирями, которые устанавливали на неравноплечьем рычаге 3 прибора. От этого рычага усилие передавалось равноплечьему рычагу 4, другим концом через винт, упирающемуся в верхнюю пластину. Показания тензорезисторов записывали на осциллографе. Образец массы помещали между пластинами так, чтобы зубчики их полностью погрузились в массу. Лишнюю массу срезали вровень с краями пластин. Массу конфет парус для испытаний брали с производственной линии после формующей машины. Опыты проводили при температуре массы в 7, 10, 13, 18, 25, 27 градусов Цельсия. При этой температуре на практике производится резание жгутов конфетных масс. Перед каждым опытом в течение двух часов осуществляли термостатирование пластин вместе с образцами массы. Для этого пластометр и образцы не менее 9 помещали в термостат, в котором автоматически поддерживалась заданная температура. Опыты проводили также в термостате. Нагрузку выбирали путем кратковременных нагружений. Образца небольшими, но постепенно возрастающими грузами. Затем включали осциллограф и давали первую нагрузку. Через 15 минут производили разгрузку образца, продолжавшуюся 5-6 минут. Последовательные нагружения проводили до разрушения образца. По результатам опытов были построены семейства кривых, деформация, время. После расчета величин Тау, эпсилон нулевое, эпсилон М, гамма с точкой для всех нагрузок. Строили графики. Эпсилон нулевое как функция от Тау. Разница эпсилон М минус эпсилон нулевое как функция от Тау. Гамма с точкой как функция от Тау. Используя графики по формулам, находили Г1, Г2, Эта 1. Условный статический предел текучести Тау К1 определяли из графика гамма с точкой как функция от Тау. Как отрезок отсекаемый прямой на оси Тау. Результаты исследований представлены в табличном виде. При расчете структурно-механических констант необходимо иметь в виду, что они характеризуют только практически неразрушенные структуры. То есть такие структуры, у которых процессы разрушения и восстановления при нагружениях находятся в равновесии. Только в этом случае возможно постоянство модулей и наибольшей пластической вязкости. Таким образом, результаты испытаний показали, что основные упруго-пластично-вязкие характеристики пролиновых масс значительно снижаются с увеличением их температуры. С целью определения готовности полуфабрикатов хлебопекарного производства к переработке на резательных машинах, необходимы объективные реологические методы оценки их физических свойств, которые зависят от методов тестоведения, рецептуры изделий, температуры охлаждающего воздуха и многих других факторов. Например, недостаточно продолжительная выдержка сухарных плит приводит при резании к большому количеству брака. Плиты деформируются транспортирующими, прижимными и режущими устройствами. При производстве хлеба для сухарей сжимаемость и упругость хлебного мякиша оказались определенной установленной величиной, позволяющей по ее достижении приступать к резке хлеба на сухари. Была изучена общая и упругая деформация хлебного мякиша в зависимости от срока хранения хлеба и его пропеченности, сорта, рецептуры и других факторов. Разработаны методика и приборы для измерения упругопластических деформаций мякиша хлеба в условиях одноосного сжатия. Было установлено, что снижение общей деформации мякиша наиболее резко протекает в первые часы после выпечки. Хромиенковым на базе пенетрометра типа AR4-1 был создан прибор для определения структурно-механических свойств сухарных плит при одноосном сжатии. Объектом испытания были сухарные плиты из пшеничной муки высшего и первого сортов стандартной рецептуры и влажности. Опыты проводили с цилиндрическими образцами диаметром 20 мм и высотой 15 мм. Время действия сжимающего напряжения изменяли от 5 до 30 секунд. Время хранения плит было выбрано равным 4, 8, 24 и 48 часов. График зависимости деформации сухарных плит от сжимающего напряжения при времени выдержки хлеба в часах представлен на экране. Результаты экспериментального изучения показали, что интенсивность деформации мякиша хлеба значительно зависит от сжимающего напряжения. Если напряжение ниже предела упругости, то деформация полностью обратима. Кривая 1. При более высоких напряжениях наряду с высокоэластической наблюдается нарастание пластической деформации с переходом к течению с постоянной скоростью. Кривые от 2 до 5. При дальнейшем увеличении напряжения пластическое течение приводит к разрушению структуры. Кривая 6. На основании этих результатов также сделан вывод о том, что высокоэластическая деформация мякиша сухарных плит полностью развивается за первые 10-15 секунд. Основные реологические характеристики, полученные после обработки кривых кинетики деформации, позволили отнести мякиш сухарных плит к группе твердообразных тел, обладающих упругопластическими свойствами. То есть к первой группе структур по классификации основных пищевых продуктов Николаева. Для расчета процесса резания сухарных плит представляет интерес общий установившийся модуль упругости, определяемый по суммарной, упругой и высокоэластической деформации мякиша. Как видно из таблицы, общий модуль упругости сухарных плит увеличивается при повышении сжимающего напряжения и времени выдержки хлеба. При изменении напряжения от 1,59 до 9,55 кПа модуль упругости для разного времени выдержки хлеба возрастает в 1,2-1,6 раза, что связано с уплотнением всего мякиша и деформацией его пор. На основании изучения упругих и пластических свойств сухарных плит Хромиенков пришел к выводу, что при выдержке хлеба перед резанием происходит увеличение пластических свойств структуры и ее жесткости. И что сжатие сухарных ломтей в межноживом пространстве машин в основном наблюдается в упругой области. По аналогичной методике на усовершенствованном пенетрометре были проведены опыты с мякишем ржаного хлеба. По экспериментальным данным при сжимающих напряжениях 4,8-9,2-12,7-19 кПа были определены реологические характеристики хлеба. На основании результатов испытаний был сделан вывод о том, что модуль упругости мякиша ржаного хлеба почти не зависит от величины сжимающего напряжения. С увеличением времени выдержки значения всех реологических характеристик возрастают. По кривым кинетике деформации были определены мгновенная упругая εU, пластическая εPL и общая εОбщ деформации. А затем найдены безразмерные характеристики, которые представлены в таблице. Упругость в процентах рассчитывалась по формуле, пластичность по формуле. Для исследования физико-механических характеристик мякиша ржаного хлеба при одноосном сжатии был предложен прибор, схема которого представлена на экране. Опыты проводили следующим образом. Образец хлеба 1 устанавливали между двумя металлическими пластинами 2, верхняя из которых была неподвижной, а нижняя находилась на упругом полукольце 3. Жёстко соединённым с подъёмным столиком 4. Последний вертикально перемещался со скоростью 3,3 на 10 в минус 2 мм в секунду. При помощи привода, состоящего из электродвигателя постоянного тока, редуктора и передачи винт-гайка 5. При подъёме столика 4 вверх испытуемый образец деформировался. Усилия сжатия образца замеряли при помощи тензорезистора 7, наклеенных на полукольцо 3. Усиленные сигналы тензорезисторов регистрировали по миллиамперметру. Абсолютная деформация образца фиксировалась по индикатору часового типа 6, шток которого находился в контакте с подъёмным столиком. Для проведения испытаний брали ржаной хлеб стандартной рецептуры и вырезали цилиндрические образцы диаметром 40 мм, высотой 15 мм. По опытным данным были построены диаграммы с сжатием мякиша хлеба. Как видно, все кривые имеют точки перегиба, наличие которых объясняется потерей устойчивости ячеистого каркаса мякиша и началом образования микротрещин по цилиндрической поверхности образца. Такой характер кривых типичен для малопрочных материалов, а участки перегиба указывают на переход демпфируемого материала из одного состояния в другое. Сначала материал имеет большое количество воздуха, затем происходит интенсивное разрушение оболочек при незначительном росте напряжения. И последний участок соответствует сжатию, прессованию хлеба с небольшим содержанием воздушной фазы. По диаграммам были найдены пределы пропорциональности и модули упругости. По кривым кинетике деформации определяли статические и динамические модули упругости бисквитного полуфабриката, образцы которого подвергали испытанию на пенетрометре AR14 и на приборе сжатия с использованием видеосъемки. Время выдержки полуфабриката после выпечки изменяли от 2 до 24 часов. Продолжительность нагружения образцов была равна 15, 30 и 60 секундам. В результате обработки данных испытаний на пенетрометре при постоянном напряжении 4,9 кПа получены следующие средние значения статического модуля упругости. Опыты на приборе сжатия осуществляли при мгновенном приложении нагрузки и фиксации деформации образца во времени на видеосъемке. После прохождения определенного времени нагружения производили быстрое снятие нагрузки, при этом упругое восстановление образца также фиксировалось видеосъемкой. Результаты расчета модуля упругости представлены в таблице. Анализ полученных данных показал, что модуль упругости бисквитного полуфабриката наиболее значительно возрастает в первые 6 часов хранения. Повышение нагрузки на образец в 2 раза приводит к увеличению модуля упругости в 1,5 раза. По кривым кинетике деформации вследствие отсутствия течения не представилось возможным определить пластическую вязкость. Поэтому бисквитный полуфабрикат при динамическом нагружении был отнесен к дисперстным системам, обладающим ярко выраженными упруго-пластичными свойствами. В связи с ростом потребления резаного хлеба и существенными недостатками, имеющимися при резании охлажденного и подвергнутого черствению хлеба, появились работы по изучению резания свежего хлеба, который по своим физико-механическим свойствам значительно отличается от охлажденного. Реологическое состояние хлебного мякиша было предложено характеризовать диаграммой напряжение-удлинение. Кривые получены на приборе при нагружении образцов постоянной скоростью деформации. По диаграммам видно, что процесс деформации условно можно разбить на три зоны. Сначала наблюдается эластичная, затем запаздывающая упругая и, наконец, пластичная деформация. При сравнении характера кривых можно отметить, что у свежеиспеченного хлеба модуль упругости и уровень текучести меньше. Было описано поведение, деформация свежего хлеба при резке реологической моделью Шофелда-Скотт-Блэра с элементом, отражающим потерю прочности при срезе. При резании хлеба давление через нож передается хлебу, который вначале испытывает мгновенную эластичную Г1 Паскаль и замедленную вязко-упругую Г2 Паскаль. Это два деформации. Затем при напряжении, превышающем предел текучести, тета Паскаль, материал пластической деформируется. При напряжении равном пределу прочности при срезе Тау-В происходит разделение материала резко. Реологическое уравнение этой модели имеет вид. Резание наступит при Тау-большем или равном Тау-В. Для создания небольшой пластической деформации хлеба необходимо, чтобы время приложения нагрузки резания было как можно меньше. При этом скорость деформации должна быть такой, чтобы было быстро достигнуто предельное напряжение на срез, а пластичные деформации были бы незначительные. На процесс резания хлеба, особенно свежего, большое влияние оказывают адгезионные свойства, которые зависят от сил взаимодействия между мякишем хлеба и материалом режущего инструмента. Большая адгезия мякиша приводит к изменению геометрических параметров инструмента, увеличению трения между боковыми гранями ножа и хлебом, что снижает качество поверхности отрезанных кусков и повышает затраты энергии на резание. Горячий хлебный мякиш прилипает к ножу значительно больше, чем холодный. Поэтому при резании горячего хлеба нужно применять дополнительные меры для уменьшения этого прилипания. Непрерывная очистка ножа, применение антиадгезионных покрытий, полировка ножа, охлаждение ножа. Физика механические свойства сахарной свеклы определяют по методике основанной на принципе изменения прогиба образца свеклы при упругой деформации. Упругие свойства сахарной свеклы оценивают так называемым условным модулем упругости. Островским был предложен усовершенствованный прибор для определения модуля упругости свеклы. Испытания проводили с образцами в виде квадратных пластин размером 70 на 70 мм толщиной 8,83 мм. По результатам измерений был рассчитан условный модуль упругости сахарной свеклы трех групп. Для свежей он равен 7 мегапаскалям, для вялой 1,9 мегапаскаль, для замороженной в течение 7 суток при температуре минус 10 градусов Цельсия 8,8 мегапаскалей. Коэффициент трения пары, режущий инструмент, разрезаемый материал, определяет сопротивление резанию на лезвии, фасках и боковых поверхностях ножа. Различают пять видов фрикционной связи. Скол или срез материала, пластическое оттиснение, упругое деформирование, адгезионное разрушение и когезионное разрушение. В общем случае в процессе трения двух тел в различных точках контакта могут одновременно иметь место все пять видов фрикционной связи. Большинство исследователей считает, что сила трения состоит из двух составляющих, адгезионной и деформационной. Так как мало обоснованных результатов исследования закономерности трения ткани рыбы о различной поверхности, то коэффициенты трения в соответствии с законом Кулона принимают постоянными и не зависящими от скорости и номинального давления. Коэффициент трения трески, а металлическую поверхность ножа равен 0,5, а для Камбалы 0,1. Было исследовано трение скольжения мяса по стали. Определено, что потери энергии на трение, а режущий инструмент составляют от 20 до 70% от общего количества расходуемой энергии. Формула Дерягина учитывает действия нормальной силы и сил молекулярного притяжения, отнесенных к единице площади истинного контакта. На приборе Кузнецова определена зависимость напряжения от удельного давления, температуры продукта и скорости относительного перемещения, а также зависимость сжимаемости от удельного давления. Зависимость напряжения трения Тау в килопаскаль от нормального давления П Клеменко выразил уравнениями вида. Для кускового говяжьего мяса средней упитанности при температуре 10-12 градусов Цельсия и скорости скольжения материала 20 метров в секунду, Тау нулевое 14 килопаскаль, А 120, Б 22 и Н 0,45. Малыгиной получены зависимости коэффициента трения мыла от его влажности, скорости относительного перемещения, температуры, нагрузки. С увеличением влажности происходит набухание аморфной массы и увеличение силы трения. С ростом температуры вязкость и предел прочности уменьшаются, что приводит к повышению силы трения. При росте скорости и сдвигающего усилия увеличивается коэффициент трения. Так как для более быстрого развития во времени упругопластических деформаций в зоне скольжения необходимы и большие усилия. Наименьший коэффициент трения был получен при скольжении мыла по фторопласту. С целью снижения коэффициента трения Теккели предложил покрывать лезвие силиконом или тефлоном. Тенсометрическим методом определили коэффициенты трения хлеба. Определение коэффициента трения по углу наклона плоскости, при котором начинается движение хлеба по поверхности, недостаточно точное. Так как угол наклона плоскости в момент движения определяют приблизительно, к тому же невозможно установить изменение коэффициента трения с изменением скорости скольжения. Были получены коэффициенты трения ржаного формового хлеба по различным поверхностям. Стали 0,25-0,26, алюминию 0,33-0,37, фанера 0,35-0,36, хлопчатобумажная транспортерная ткань 0,37-0,41, дерматин 0,38-0,40. Первая цифра коэффициента трения указана для скорости 0,1 метра в секунду, вторая для 0,4 метра в секунду. Хамиенковым проведено изучение зависимости коэффициента трения мякиша и корки сухарных плит высшего и первого сортов от нормального давления, скорости скольжения и времени выдержки. Установка для изучения трения скольжения выполнена по принципу машин дискового типа, получивших широкое распространение в исследовательской практике. Образцы высотой 15 мм и диаметром 20 мм вырезали из сухарных плит высшего и первого сортов после определенной выдержки, помещали в держатели прибора и сверху прикладывали нагрузку. Скорость скольжения образца изменяли в пределах от 0,3 до 13,8 метра в секунду. Результаты опытов показали, что с увеличением давления коэффициент трения мякиша сухарных плит в начале резко возрастает до давления 8 кП, а затем увеличивается незначительно и практически остается постоянным при времени выдержки 4,8 часов. Увеличение коэффициента трения хромиенков объясняет изменением истинной площади контакта. К этому следует добавить и повышение адгезионных связей. Увеличение времени выдержки сухарных плит приводит к возрастанию коэффициента трения. Зависимость коэффициента трения мякиша от скорости скольжения имеет сложный вид. Повышение скорости от 0,3 до 2-3 метров в секунду ведет к падению коэффициента трения от 0,6 до 0,4. Затем при дальнейшем возрастании скорости коэффициент трения увеличивается. Подобного рода зависимости возможны только в условиях внешнего трения с граничной смазкой, роль которой играют жиры животного и растительного происхождения, входящие в состав сухарных плит. На подобной установке дискового типа было изучено трение ржаного хлеба о металлические поверхности. Данные, приведенные на рисунке, получены при скорости скольжения диска 0,89 метров в секунду, а на этом рисунке при контактном давлении 1,1 кПа. Опыты показали, что между удельным усилием трения и контактным давлением имеется линейная зависимость. С увеличением времени выдержки хлеба усилие трения снижается. Наличие смазывающей жидкости на границе контакта значительно снижает усилие трения. Для изучения фрикционного взаимодействия выпеченного бисквитного полуфабриката с стальной поверхностью была использована установка дискового типа. Опыты проводили при нормальной нагрузке на образец 1,1, 2,1, 3,1 Н. На осциллографе записывали силу трения покоя и силу трения при установившемся движении. В результате опытов были получены зависимости напряжения трения образца полуфабриката от нормального давления, скорости и времени выдержки бисквита после выпечки. Анализ экспериментальных данных показал, что с повышением давления на образец в 3 раза напряжение увеличивается в 1,5-1,7 раза. Зависимость напряжения трения от скорости образца обратная и имеет линейный вид. А от продолжительности выдержки полуфабриката на участке от 0 до 8 часов носит криволинейный характер с максимумом при 4-6 часах. После 8 часов выдержки напряжение трения линейно возрастает. Новиковым определены значения коэффициентов трения корнеплодов остальную полированную поверхность. В диапазоне изменений нормального давления от 8 до 480 кПа коэффициент трения равен 0,52-0,22. Островским на экспериментальном стенде были определены значения коэффициентов трения образцов сахарной свеклы при изменении скорости образцов от 3 до 12 метров в секунду и удельной силы на образец от 3 до 100 кПа. Из данных испытаний видно, что коэффициент трения свеклы по стальной поверхности изменяется от 0,02 до 0,57, то есть в довольно широких пределах. Автор отмечает, что для надежной работы свекло-резательной машины ее расчет необходимо вести по максимальным значениям коэффициентов трения. Паниным определены статические и динамические коэффициенты трения свежих овощей и фруктов при взаимодействии с стальной поверхностью. Динамический коэффициент трения был найден при скорости скольжения образца в 2, 4,5, 6,9 и 12,2 метра в секунду. Коэффициенты трения принимали равными отношению силы трения к нормальной силе. Обработка результатов наблюдений позволила установить зависимости коэффициентов трения от нормального давления, частоты стальной поверхности и скорости скольжения материалов. Остановимся немножко на этих таблицах. Вначале демонстрируется одна таблица, а сейчас демонстрируется другая таблица. Исследования зависимости коэффициента внешнего трения шпика от давления, продолжительности неподвижного контакта, многократности осаливания поверхности ножа и температуры сырья показали, что материал ножа оказывает существенное влияние на трение. Наименьшее значение коэффициента трения получено при скольжении образца шпика по поверхности ножа, изготовленного из стали У10А. Наибольшее в случае скольжения по стали 13Х, промежуточное по стали Р18. Коэффициент трения для пары шпик-сталь У10А при давлении контакта 10 кПа равен 0,06, а при давлении 50 кПа уменьшается до величины 0,036. Отмечено интенсивное падение коэффициента трения с повышением температуры шпика от минус 5 до плюс 22 градусов Цельсия. Оптимальная длительность контакта, когда заканчивается процесс заполнения микро- и макронеровностей и молекулярного взаимодействия составляет 300 секунд. При более длительном контакте адгезия шпика к поверхности металла не изменяется. При нанесении покрытия полиэтилена ПЭНД на поверхность ножа коэффициент трения снижался в среднем на 20%. При взаимодействии ножей с разрезаемым продуктом различают два вида трения. Сухое, зависящее от состояния трущихся поверхностей и давления, и вязкое, пропорциональное скорости резания. Опыты проводились на стенде, принцип работы которого уже был описан. Коэффициент сухого трения определялся как отношение силы сухого трения к силе сжатия материала. Его величина остается постоянной для одного и того же продукта при скорости близкой к нулю. Для колбасных изделий получены следующие коэффициенты сухого трения. Вареные 1,1, полукопченые 0,8, сырокопченые 0,6. Коэффициент вязкого трения равен отношению силы вязкого трения к скорости скольжения образца при постоянном нормальном усилии. Значение коэффициента вязкого трения для колбасных изделий вареных 0,8, полукопченые 0,5, сырокопченые 0,3 ньютон умножить на секунда деленное на метр. Из изложенного следует сделать вывод, что коэффициент трения при резании зависит от структурно-механических свойств разрезаемого материала, от скорости относительного перемещения, площади контакта, удельного давления и других факторов. Характер этих зависимостей различен для различных материалов. Трудно разделить силы трения и адгезии, возникающие при относительном движении режущего инструмента и разрезаемого материала. Они действуют вместе с силами, вызывающими деформацию поверхностных слоев разрезаемого материала. Поэтому следует характеризовать эти сопротивления при взаимодействии ножа и разрезаемого материала. Многообразие применяемых в промышленности видов резания и инструмента объясняется свойствами обрабатываемых материалов, которые изменяются в широком диапазоне. Поэтому выбор рациональных режимов резания, обеспечивающих хорошее качество изделий при минимальных отходах сырья и затратах энергии, следует вести в зависимости от реологических свойств обрабатываемого материала с учетом технологических факторов. В этом видео мы с вами рассмотрели влияние физико-механических свойств на процесс резания пищевых материалов. Благодарю вас за внимание. Мы уже с вами проделали огромную работу. И наконец-таки мы с вами переходим непосредственно к рассмотрению резания разными видами ножей. Это будет следующий пласт наших видео лекций. А пока подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом. Вдруг вам что-то непонятно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов и до новых встреч.